всем привет вот смотрите какая она стоит готова сдохнуть сегодня мы всем сделали уколчики это были антибиотики и тебе тоже в колоре петух как вы здесь нормально нормально вроде все живы ведь как глазки я тебе сегодня закапывал или нет скажи этот глаз нормально все хорошо но вот это конечно девка вообще никакая и он там еще две сидят видите готовы сдохнуть надеюсь сегодняшние инъекции им помогут вернись тоже никакая вот смотрите у нее глаз нету вот мы их три раза в день утром в обед и вечером открываем глазюки закапываем сегодня уже воду заменили на обычную без антибиотиков ждем результата результат никак не приходит лечение начали воскресенье есть вероятность что штуки три-четыре у нас помрут ну он ты твой вообще плохо смотрите на дышит остальные вроде ничего яйца несут мы яйца мы уже не собираем при не собираем на варим их и обратно искали потому что там антибиотики ну вот четвертый день лечимся некоторым еще хреновато некоторые живые активные петух хороший не валит ничем курицы это сонные может выживут по крайней мере никто не подобных этих тоже на антибиотики посадили одна курица такая вот серенькая сдохла вообще непонятно чем нормальная была здоровая целая красивая нам пойду вам разведу лекарство вот очередной претендент на подыхание завтра сдохнет сто процентов чё с ними произошло вообще не понимаю я не знаю чем уже брызгать антибиотики мы пьют баночку наливаем короче 6 но вот курочки вроде у меня выздоровели охотно кушают нападают прям на еду а то до сегодняшнего дня они валялись все лежали сидели и не кушали опухшие все были хрипели вроде удалось справиться с болячкой ну что мои хорошие сегодня вам последний раз сделаю кольчики вы уже достаточно активный бегаете прыгаете глазками себя в порядке хотя некоторые вот прикрывают чуть-чуть еще но больше им колоть не нужно сегодня уже у нас седьмой день будет но все равно по сравнению с тем что было и и что стало небо и земля перестали кашлять хрипеть одна корочка умерла в начале лечения изначально их пропаивал вам вижу нифига не помогает и на третий день начал колоть их здесь что у нас здесь в клетке мини мясные ну плоховато они чихают две серенькие вот такие умерли мини мясные держатся им еще пару дней колоть телозин колью цыплятам по 0,1 кубику а куром 02 в процедуре вообще ничего сложного нету берете шприц инсулиновый там легко отмерить дозировку им прокалываешь грудку они даже не чувствуют даже не дергаются вы как лучше ребят лучше это вообще плохо было у вас сюда надеюсь живые останетесь сегодня закончим процедуру прокалывания и дни через семь я уже буду собирать яйца в пищу можно через 10 мне кажется все пошли колодцы наркоманки однако это общипанная стоит походу не угрозу что надо витамина хватает все есть да сейчас прокалю потом покормлю вас кто-то хрипит еще использую я вот такие шприцы как я сказал инсулиновая один шприц 0 5 миллиграмм а то есть для цыплят колю вот так десяточку а для куриц 20 иголочка совсем тоненькая лекарство неудобно набирать предварительно его немножко нужно подогреть иначе раствор бутылки достаточно густой и плохо в шприц затекает колю всех одним шприцом сначала сначала начинают цыплят а потом кур иначе шприцов не наберешься вот купил 10 шприцов таких 140 рублей а если на каждую курицу покупать в день ну что-то дороговато ладно начнем да телозин колю который 50 есть по моему 200 или 100 ну короче 50 сегодня 4 февраля был такой сильный снегопад нас засыпало слегка сейчас я покажу итог лечения куриц дорожки все замело ну вроде бы все хорошо дай бог без яиц мы еще сидим шесть дней куры в порядке никто не жмурится немножко сидят вот они как-то странновато ну я думаю все наладится несутся воду я им добавляю витамины гомотоник а в еду пробиотик пробиотик витом что такое света испугалась у у меня с телефона светит на курицу она орет да коко до этого тихо молча сидели да вот видите ожили вот у этой до сих пор немного припухший глаз так пойдемте к цыплятам цыплята цыплята меня беспокоит такие вот они сонные сегодня им нужно будет проколоть их последний раз а вот это смешанные мои курочки вот это плоховатое совсем видите рот раскрыт дышит тяжело кстати все они кушают плохо кушают но не знаю что будет позже потом еще расскажу как они по потерям вот у меня умерли две вот таких курочки и одна большая курица ну как я читал что при микоплазмозе потери в поголовье составляют около 10 процентов ну примерно так и есть я бы сказал даже намного меньше у меня получилось из цыплят больше а вот из кур меньше ну все всем спасибо за просмотр будут вопросы спрашивайте комментируйте на что смогу на то отвечу всем пока так 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 вы и